приветствующих зрителей подписчиков канала также гостей пришедших для просмотра данного ролика турист бассимулятор на канале продолжаем играть короче сегодня у нас по задаче значит смотри по плану на час маршрутик мы его сегодня сделаем вот он у нас он коротенький сантигуа мы до джейда вот поедем короче тут у нас три остановки всего далее челночных пока нету не беру вчера проехал один рейс специального проехал бы чтобы его уже катали блин он тоже короткий вот чтоб тебе его не смотреть я за кадром прошел сегодня проедем тоже маленький рейс он открылись у нас планирование экскурсий мы сегодня тоже прокатимся я думаю экскурсию запланируем попробуем по крайней мере посмотрим как это работает но перед этим нам нужно будет еще покататься на джипе на нашем короче по местам где эти экскурсии я так думаю можно скажем так экскурсионные точки вот эти нужно будет пооткрывать я не знаю все они у меня открытые или нет возможно даже все она может который некоторые может я даже и не видел ну вот но сначала я в рейсик пойдем сходим как блин рейс у нас получается такой вечерний 22 2000 начала нам еще доехать надо но здесь недалеко поэтому поехали но по сути сегодня будем заниматься больше скажем так частью экономики вот один рейс и потом пойдем будем посмотреть что там у нас где что нужно пооткрывать поездим по районам где мы не были короче начнем готовить скажем так тему для экскурсии вроде как говорят экскурсии прям такой довольно так и прибыльное дело я бы занимался именно экскурсионными турами да а вот на такие вот поездки скажем так автобусные блин я бы поставил своих работников и надо уже ну блин бишь маршрутах мало я бы хотел побольше работников нанять но пока в этом не вижу смысла несмотря на то что даже придет новый автобус а чтобы новые маршруты получить надо получать лицензии соответственно нужно катать но я так думаю сейчас мы вот на этот маршрут еще лицензию получше это еще плюс один маршрут скажем так в нашу компанию мне конечно сейчас больше всего интересует как у нас дела с экскурсиями пойду там короче видишь ситуация такая там нужно во первых самому проложить маршрута чтобы самому проложить маршрут нужно открыть вот эти экскурсионные точки какие-то мы открывали пока вот здесь ездили играли блин это . там где фотик короче на карте после того как ты проложишь маршрут нужно позвонить в какой-то отель предложить вот этот экскурсионный тур и там либо они его одобряют либо не одобряют короче но экскурсии вроде как неплохо платят опять же будет ли зависеть это от количества пассажиров если нет то экскурсию можно делать в принципе нам этот на мэрсике блин а наверно так я и буду делать всяко на мане каком-нибудь можно конечно и на нем но я говорю надо смотреть если там будет зависеть от количества пассажиров что чем больше пассажиров тем больше тебе платят ну конечно надо делать на большом более на ман я не хочу наймит обсадить хотя я их там уже по моему засадил не деваться было никуда лад будем разбираться будем смотреть так сейчас пока едем по маршруту такое у нас межгородской тоже маршрут вот на хотя тут в принципе они все межгородские да тут у нас нету такого что-то антигуа есть же грубо говоря райончики здесь маленький точнее небольшие так ну вот собственно у нас 10000 по идее начало маршрута у нас 2156 давай мы вот так вот сделаем типа пропустить до отъезда все мы на остановке двери открываем люди пошли маршрута у нас начались поруч холода ну а санкет саду давай садитесь побыстрее у нас же полет поехали сидим наслаждаемся слушаю музыку отдыхаем откуда они вот валятся с ночного клуба какого-то что ли ночью для вот там вот у нас кафешка смотри она закрыта она даже не открывается давай я выбегу открою потому что она не определилась даже видишь интересно почему ну то есть я не виду не определилась в том плане что она не отобразилась на к те которые у нас на карте отображены но горят серым вот как раз мы по ним и поедем так ребята хочу вы здесь все стоите купите я понимаю вы никуда не спешите вам все пофиг мне то работать надо я там на работе нахожусь это вы тут на отдыхе блин не люблю ночные рейсы но так как эти рейсы скажем уже запланированные запланированы они не мной приходится вот их выполнять так вот у нас видишь вот здесь значок открылся интересно что это такое короче вот такие вот значки по ним нужно будет кататься мне интересно сколько пунктов допустим нужно на экскурсию и будет ли опять же да от этого зависеть оплата это тоже интересно также интересно составил я вот этот экскурсионный маршрут проехал его один раз а может ли мой напарничек тоже самое сделать ну ты понимаешь о чем да я про наймита говорю могу ли она потом посадить сюда человечек а чтоб он тоже катал экскурсии в общем будем разбираться еще хотелось бы вот этот именно мне тоже автобус подчинить но я не помню по моему он у меня стоит его ремонт а на завтра он моему водителю нужен пацаны поехали и поехали блин я на работе ну город пустой ну чё тупить и ночью вот этот автобус больше всего для данной местности подходит то есть он может перевести как бы больше чем mercedes насколько я да это даже на глаз видно ладно и он не такой громоздкий на нем как бы можно даже по узким улочкам покатать как бы без проблем так чё там все сели значит почему хочу взять джип и покататься по райончикам во первых там где мы не все точки скажем так открыли ну что-то у него дядя помеха справа зря ты его пропускаешь ну ладно надо их открыть плюс возможно обнаружим какие-то новые но это прям нужно ехать туда где мы еще не были а такие места еще есть на карте вот а это даст нам больше возможностей для экскурсии как я понимаю вот блин вот здесь где-то еще знак появляется этот фотоаппарат я его не могу найти пляжик он там вот ну как бы не страшно конечно но хотелось бы его обнаружить блин а ну да все правильно я думаю чайник по остановке подъехал почему горит другая а а вот так вот наглую просто разворачивалась перед остановкой дядьку бы этого мы не задеть блин они стоят сначала сначала ты верят но не они-то 5 типа они чё там табличку читать что это за маршрут или что ты как таблички на машину читаешь я читаю заранее потому что если я буду стоять на остановке читать когда уже машинка становилась пока я прочитаю она уже уедет поэтому надо да я как вообще-то я не читаю ну тогда допустим раньше когда все равно что маршрутка я когда-то ездил были ну и на автобусах ну в незнакомом городе где-нибудь ладно хрен с ним давай так возьмем ситуацию стоишь на остановке незнакомого ради ну знаешь куда тебе надо ехать едет маршрутка либо автобус уже издалека смотришь ну во первых ты смотришь какой номер на обычно ты же по номеру ориентируешься по маршруту номер маршрута а если не знаешь что начинаешь считать откуда куда идет где проходит тоже такие таблички везде у всех так вот читает читать их начинаешь еще пока только начинает подъезжать это маршрутка потому что когда она остановится посадит людей а ты там еще стоишь считаешь а если скажем ты плохой школьник который плохо учится и читает по слогам тут и вообще никогда в жизни на маршрутку не сядешь поэтому вывод учиться надо хорошо уметь читать надо тоже хорошо чтобы успеть что правильно залезть в нужную тебе маршрутку елки но здесь моя вина моя полностью виноват в дтп я не посмотрел налево не уступил дорогу короче черканули дядьку но это у нас этот автобус и по моему все равно на обслуживание едет поленом рейтинг снизят замашу ну ладно не страшно неприятнее это конечно можно было бы без аварии обойтись так следуйте конечной остановки ну да ты час блин до конечки кстати далековато еще что и поехал не туда понятно но это мне нам пассажир сзади передавал короче это за проезд отвлекся в у тебя в городе как маршрутках нельзя ты заходишь передаешь за проезд ну либо ты садишься просишь потом кого-то передать за проезд водитель там руку тянет ага давай там что-то на ходу все посчитал если надо сдачу дать дал сдачу тоже все это блять на ходу ну это безопасность движения я видел маршрутки где но это не в нашем городе я был другом городе там система другая у нас допустим вот в омске да ты заходишь ты должен сразу расплатиться а вот я был в другом городе я не буду говорить о каком там ты заходишь садишься едешь короче и расплачиваешься ты уже на выходе из маршрутки то есть ты доехал до нужной остановки входишь и на остановке ты водителю отдаешь деньги то есть движение по сути водила ничего не делает точно остановился на остановке если это твоя остановка ты начинаешь выходить и отдаешь ему деньги за проезд вот а еще в одном городе тоже в другом и не буду говорить о пол там водитель ездит ну скажем так с кондуктором и что это можно так назвать но это так и есть потому что водитель только рулит кондуктор сидит на переднем сиденье и и все то есть она работает с пассажирами конкретно но там тоже ты заходишь сразу рассчитываешься не не после того когда ехал а сразу ну как бы здесь это ладно тут ты можешь вот как рассчитываться хоть сразу хоть после того когда ехал тут это водителю не мешает абсолютно никак ну вот но это такой был большой город так я не могу сказать что он с маленький город он тоже город большой то были вот самая хреновая мне пока что это все что я как бы до вариантов знаю расчета за маршрутное такси самый херовый это он кондуктора они не хотят садить как бы есть у меня друзья знакомые которые работают на машинах и как нахер он мне нужен это его возить весь день а это лишнее место он будет занимать ну то есть он спереди сидит вот это говорит если он займет место значит я потеряю бабки да вот такие вот скупы они у нас здесь а если говорит сделать расчет по выходу ну во первых есть такие которые сели доехали а потом говорят у нас нет бабок пробовали такие варианты а во вторых он говорит что это потеря времени то есть если допустим ты подошел к остановке люди сели ты поехал и ты начинаешь расчет на пока ты едешь на следующей остановке типа ты уже там рассчитала все что очень небезопасно для дорожного движения а все остановки были достигнуты на остановке нет пассажиров хорошо мы видишь 73 за одно аварийным снизили немного рейтинг вот долгое время увеличивается по массу машинка увеличивается короче вот такие вот ну хотя знаешь за скупой то платит дважды потому что что как¿ побокеротный достоин а так а но я не она думает а старту бульазар к обороте м linearly секрет чтобы рейтинг смотрит на peaceful the сир morgue CSOES ну а сверху ладно пенсибая смотрите наши роли можно завоевать шутки его нашего водителя потому что там кому-то должен потребоваться время мы сейчас мотанем до утра и наверное займемся вот так вот тем чем и планировали значит что у нас по по календарю 11 число у нас 11 до давай мы тогда не до следующего назначения у нас следующее назначение 14 это будет доставка транспорта мы тогда до 12 мотанем время по-давай до 10 утра грубо говоря вот так вот отличненько у нас светло блин что у нас по ремонту ну-ка пошли я же должны сюда были еще загнаться какие-то эти самые у меня только вот эти два до их ремонтировать не надо те у меня стоят видимо в очереди им день ремонта назначены ладно просто это не отмечено я уже об этом говорю так ну а чем и на джипе на наш давай посмотрим куда мы можем съездить где мы скажем так нифига у нас не открыто и все закрыто да мы так не увидим мы в принципе то так увидим вот здесь нам надо по открывать вот нифига тут вот целый район вот здесь мы вообще не были надо сюда заехать будет так короче задача пока едем тогда в эту сторону давай вот сюда переместимся и отсюда пойдем прям по порядку так маршрут мы сейчас себе проложим так у нас тут еще какой то есть закрытый тайник не знаю подойдем посмотрим если найдем моего ладно сейчас туда поедем короче так ну чё погнали заниматься рекламой так скажем будем заезжать в отеле знакомиться оставлять визит очки ну открывай его а потом будем предлагать свои услуги по экскурсия грант широкий у нас очень широкий очень широкий грант ну ты-то чё давай поехали мерседес блин не тупи вот бы я вот так на мерседесе бы ездил по трассе блин не обгонишь здесь опасно блин обгонять блин не обгоняешься блин не обманяешься блин блин не обмяюно блин не обманяю в реальной жизни так не делай в игре можно так что у нас он там что за боли станет такое ну-ка давай-ка развернемся проедемся туда ёбля ты чё блин братан а тут скорее всего тоже недвижимость да и открывай хочу значок появится нет вот боли на здесь хрен его знает куда здесь вроде как стоят вот эти вот ангары которые можно приобрести пока если я выйду ничего не появится блин значка нету ладно а я того даже зеркало не видел ну который меня долбанул час вот чё-то блин у меня такое ощущение что он так летел сильно но нормально он мне блин дал ладно по-моему джип как раз таки не портится и заправлять его даже не надо так а вот здесь все я понял погоди так там у нас этот диван ладно давай погнали сюда пока вот у нас первая точечка которую нам надо с тобой заполучить здесь проще не надо двери открывать короче раз вышел зашел погнали дальше блин смотрю на карту так мы пошли до контейнера сможем мы его здесь найти ну вот он стоит да это же он так у нас еще ресторан обнаружен замечательно а где он контейнер я вижу так код можно найти в моем доме если знаешь что ищешь ты не пропустишь это ну давай я тебе сразу скажу я посмотрел код в интернете на данный контейнер почему я так сделал потому что ну блин я не хочу бегать тут где-то зоне поисков искать какой-то дом и мы все-таки играем не в квеста мы блин мы играем в транспортные симуляторы так мы пошли искать смотри пять штук пять штук пять штук пять штук пять штук пять штук понял бабосиков немерено как подсказка нам еще что-то открыли оба но это что такое а деталь для баги ну баги собирать не буду сразу скажу неинтересно так ну вот у нас очки мы навыков тут забрали короче мне интересен теперь ресторан как мне в него попасть вот ресторан мне нужен ну скорее всего где-то наверно с той стороны ладно пойдем до нашей машины попробуем с той стороны посмотреть блин я смотрю это пытаюсь значок этот найти тут магазин это хочет не вижу здесь ресторан чё за ресторан такой который не найдешь чё за дичь капец а вы чё не могли куда-нибудь спрятаться еще дальше вот у вас поэтому и 2 очка 22 звезды на столе никто ничего не оставил для меня хреновое место для ресторана я думаю у него мало кто ходит так но мы едем дальше там у нас будет еще один ресторанчик магазин он нам не нужен и у нас будет спортивный клуб который повышает настроение наших работников и мебельный магазин который позволит нам покупать мебель для наших квартир и домов 5 с 11 и так еще вот еще ресторан можно было доехать ну ладно мы входим зону поиска съемных квартир где-то должны быть еще квартирки понял так трех звезд значит ну и ладно где-нибудь можно хаты снять нет что тут же я ездил он мне здесь нигде квартиру не показал есть но у нас их уже 11 понимаешь как бы нам вообще так много то не надо блин вот на это конечно тратится время большое количество времени причем знаешь что мне не нравится вот я снял эту квартиру до полина значок все равно горит вот зачем ну вы уберите его я же уже ее забрал ну с другой стороны он горит как бы белым это тоже да мы понимаем что она уже собрана если значок есть блин но я походу тут не все квартиры обнаружил ну ладно такое себе мне пока они точно не нужны у меня их пока вообще в излишки даже нет у меня столько работников чтобы их вот так вот размещать да я вышел из зоны поиска больше нифига не нужно так значит что мы здесь открыли принципе что смогли твои открыли как говорится вот мы везде прокатились возможно здесь еще что то есть но ладно так и едем дальше где у нас еще что тут закрыто вот здесь надо покататься увидел а вот она появилась да вот так вот типа его блин я думаю нифига хата это по моему уже которую я взял даже если это не так ладно с ним я вообще стараюсь нанимать работников к у которых нет проблем с жильем у меня все таки сейчас больше интересует конечно же места для экскурсии ну поле вот их как раз таки тоже не так просто найти не знаю прикольно тебе смотреть в автобусном симуляторе как я катаюсь на джипе и на автобусе можешь мне об этом написать я считаю что блин это одна из механик игры и и она не второстепенная это все-таки тоже одна из основ потому что если ты не будешь знать там город куда там тебе можно ехать и т.д. и т.п. то ты тогда катать не сможешь поэтому нужно все таки покататься и пооткрывать то что нужно пооткрывать часть геймплея скажем так мы в принципе с тобой неплохо покатали накатали маршрутики небольшие обчином здесь ничего нет вот видишь блин ну представь раз бы уехал здесь у нас ресторанчик были начнут на звездочный вот он кстати намного лучше стоит чем тот который непонятно где в городе в каких-то блин кустах нежели этот этот стоит по трассе я да я тебе могу сказать что у него сто процентов больше клиентов только лишь по той причине что когда ты едешь по трассе у тебя выбор не велик куда тебе заехать допустим покушать а здесь поп у тебя по пути ресторан то сто процентов зайдешь и поешь него чем чем ты пойдешь в ресторан который запрятан в какие-то пустые в городе тебя проще пойти в другой который рядышком но это называется конкуренция кто-то на выгодном месте кто-то нет место это на самом деле очень важно если у тебя место невыгодное то и бизнес у тебя будет не совсем выгодно так это у нас что-то по но это покраска да я же правильно это понимаю как бы машину мы красить не можем это понятно ладно это проверил на всякий случай увиделся в этом еще раз так я прям здесь еще сброшу и все так спортзал открываем открываем ресторан еще один есть такое дело нам это в будущем пригодится так давай теперь посмотрим как мы поедем мы поедем сейчас вот так вот по восьмерочке проедем мы можем здесь проехать так нет это у нас магазин одежда это не ресторан он там у нас отель отель нам надо в отель мы заезжаем обязательно потому как в отель мы предлагаем наши экскурсионные услуги насколько я понимаю не знаешь что не ясно а на хрена нам рестораны а чё нам дают рестораны блин а сейчас будем это открывать какой-то ресторан надо почитать чё они пишут и она здесь это понимаем и блин по открывали все да у тебя не факт возможно где-то хат и есть в районе стопудово здесь есть и прям такой район прям тут почему бы как говорится нет план будем отсюда мы тогда уезжать ну а тут кстати не густо нифига так а куда мы поедем здесь у нас открыто все кроме контейнера за контейнером мы не поедем сейчас вот сюда я бы хотел бы сгонять мы здесь не были по моему вообще до интересное местечко а вот здесь у нас два ресторанчика и поехали все-таки тогда в ресторан как раз посмотрим зачем они нам нужны я что-то уже подзабыл мы их открываем отчет смысл какой вода блин хотя контейнер тут он прям вон на въезде в город мы что все-таки открыть заедем как думаешь я думаю заелим кроме там же бабосики почему здесь место не экскурсионных тут он какая-то хрень да где не хочу но когда поднимаешься видно план просто хочется же составить не один экскурсионный маршрут а чтоб их было несколько но чтоб они были разные я понимаю что можно были один сделать и покататься деньги получать есть в этой игре еще какие-то такие моменты которые которые нужно узнать так вот сюда час мы заедем тут это должен быть контейнер опять же да я скажу тебе сразу что вот у меня уже есть это скажет блин не интересно ты там не бегаешь эти квесты не смотришь ну не бегаю не смотри так погоди так что нам тут пишет я отправляюсь в путешествие по острову я выезжаю из своего города и еду сначала в Коста Кальма а затем в аэропорта через лапары вот что я должен узнать как я должен узнать этот код без понятия но код я знаю так вот посмотрите у нас что у нас блин у нас фотоаппаратов то блин не так дофига я вообще бы сказал просто мало раз-два это еще должны быть вот третий три всего больше ничего тут нет ничего не пропустили ладно что вы встали объезжайте у нас тут зона поиска квартир давай попробуем походим в квартир тут овер до хера блин я если честно даже не понимаю на хрена их сколько 75 хат это надо где отель вот он отель 75 квартир это блин надо 75 работников которые типа бездомные блять которым нужны дома да у меня не будет 75 работников в этой игре потому что это надо 75 автобусов так вот у нас рестораны а так ресторан это доступен как пункт остановки экскурсии вашим сотрудникам он тоже было подожди блин мы же экскурсию делали только по этим по фоткам или по ресторанам тоже можно вот непонятно видишь экскурсии еще не создавали поэтому получается что вот так так ну тогда давай посмотрим что у нас а мы куда ехали вообще просто заехали за контейнером да нам же дальше но давай еще один райончик сейчас бомбанем вон там хата была как я уже не взял до нет нельзя она теперь папа еще что-то было 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 она остается на карте когда ты берешь да 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 и дурачок блять зал меня въехал давай тут еще покатимся так ресторан папочки так потихонечку так вон я вижу домик вот этот домик по моему мы как раз таки можем для себя купить хочу не такие недорогие они всего 160 тысяч стоит я не буду пока покупать мне не надо мне не надо даже одна хата есть она еще даже не обставлена кстати как-нибудь у нее заехать потом опять же она не моя понимаешь она и по как бы я могу в ней типа жить но она и для работник остается тоже она поехали отсюда нет сто штук на контейнере нарубили на 2 идей знаешь я что хотел смотри я же выполнил маршрут я и забыл совсем есть новый когда вот смотри два новых мы его берем кому сюда назначен давай вот этого назначен это нет у него смотрю него 25 часов в неделю он уже забиты так вот этот у нас мало работает там у нас девять пассажиров он на вот этом автобусе будет этот маршрута делать что нельзя можно ты чё и вот у нас еще есть маршрут почему этот не может а он назначен в это время хорошо давай ты на этом и на вот этом вот автобусе все отлично катайте ребята денежка денежка нужно у вас получается три заказа нам нужно будет тоже сделать чтобы мы потом это ты понял меня да тут у нас все с лицензией как точно вот должен быть еще значок чтоб типа постоянные маршруты что в каждый раз не назначать с другой стороны а нафига мне эти постоянные думаете выполнили пошли новые делать ну другие там назначили там это да это чему постоянно получается ты назначил автобус назначил водителя он каждый день этот маршрут катает его грубо говоря забил маршрутами и все он ездит есть ездит а ты уже как бы про него забываешь что потому что он занят и все с другой стороны будут появляться новые же маршруты там придется тебе самому сначала обкатывать а потом опять же тоже туда садить водил а если этот у тебя постоянно уже там занят на постоянных маршрутах да можно же это нанимать придется новых ну да в принципе такая механика ну под нужны постоянные маршруты у меня пока таких нету это я так понимаю разовые то есть он его сделает и все ладно ладно а чтоб его сделать постоянным по-моему нужно лицензионный прокатить еще раз ну только опять же самому так я блин стись проехал вообще не понимаю зачем здесь круговое блин было сделано так погнали вот здесь у нас здесь просто два ресторана и где он я думаю сначала пешком допишет лак поехали на машине давай знаешь прокатимся сейчас вокруг прокатимся может он тоже что то есть у нас не зря поехал отельчик нашли так но отеле смотри больше половины найдено 11 из 20 это это прям радует дальше вот ресторанов тут по-моему тоже я хочу знаю что я хочу вот этот ресторан открыть и потом уйди назад чтобы так кружочек сделать я ни хрена не вижу кто там у меня сзади так где он здесь вот я бы по параллельно конечно улице еще проехал я эту пробку сделал ладно погнали по параллельно проедем так этот мы открыли здесь я уже по моему катался да блин здесь запутаться на хрен можно потом еще по той улице проедем которая параллельная слева а ну да я же по ней заезжал сюда ну ладно а там отель отель мы открыли есть смысл сюда как или подъезжать мне кажется нет смысла да здесь просто у нас дорога 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 там мы забирали пассажиров отель у нас здесь открыт принципе тогда нафиг так вот сюда сейчас еще заскочил вот это что здесь за место такое интересное можно да здесь тоже отель он не пишет сколько отелей всего лишь они пишут 1220 а блин это я про отель и сказал что мы почти все открыли так ну я думаю на этом всякие поиски закончим в принципе наверное мы и так нормально покатали да сегодня поискали на получается всю серию будем что-то искать вот тут бы прокатиться не мешало но там скорее всего будут какие-то темные дома ладно вот этот район мне тоже интересен но и вот эти районы надо тоже открыть но это уже в следующий раз после сегодня уже сегодня уже долго так погнали в офис погнали в офис сейчас немножко попломить по планируем попробуем вот эту вот экскурсию создать так заказы пока не берем потом мы себе сейчас заказами займем день какой-нибудь и не сможем нифига это так давай так планирование экскурсий новая экскурсия название тура а блин название тура просто один потому что как мы остановки можем выбирать можем более ну и как мы будем экскурсию отсюда что это что такое у нас допустим отсюда сюда потом сюда это у нас редактировать ну даже да это неправильная какая-то экскурсия почему она по отеля и и по экскурсия по городу экскурсия по городу дай каком-то звезды что мы должны же будем их там забрать я так понимаю да ну типа давай вот этому джинам звезды что мы за ними сюда приедем их заберем и здесь покатаем я думаю надо так ну как сейчас нас пошлют с такой экскурсии она неинтересна отель отказался от вашей экскурсии причина количество ресторанов не соответствует заданной длительности хорошо давай этому позвоним тоже сейчас откажется хотя он двухзвездочный отель одобрил ваш тур они хотели бы начать экскурсию 19 в 12 00 хорошо так но вот сюда надо назначиться так я и на вот этой вот тачечки я прокачу это аж на 19 число нам нужно еще ехать за автобусом у нас сегодня 12 где 19 вот у нас на получается я могу маршруты спокойно брать блин на 15 там на 16 на 19 ну-ка погоди есть у нас у нас есть на 13 на 12 ну блин здесь длинные поездки это капец и они такие внутри 20 00 23 00 тут восемь штук аж платят так я вот эту возьму на 13 хрен я возьму да нет доступных транспортных средств отлично на 12 на 12 есть у меня до на 12 есть одно одно транспортное средство а это у нас 15 но я не хочу 15 более так ладно тогда мы сделаем проще нафиг нам эти маршруты может там появятся новые давай вот сюда мы идем календарь и мотаем до назначения время до 14 числа короче так вот этот шура я его уволил нахер у меня заколебал короче так транспортное средство неисправно требуется срочный ремонт в автомастерской покое нам у нас его он ман разбил собака будут доступны 16 хорошо шура шура вот еще одна авария шура с этим вообще не понимаю транспортное средство страховка он туда-сюда чуть такое как возраст страховать что она нам выплачивает по итогу так текущие заказы новые во смотри блин этим естественно возьмем так 6 часов ты у нас тут короткая поездка поедешь на вот этом опять же ты поедешь поедешь опять же на вот этом так там 14 пассажиров да чё тебе надо блять чё мне не дает ее сделать так ты поедешь на вот этом но хотя это какое число там 14 пассажиров если они не влезут на новом поедешь он не дает непонятно почему а если я поеду на новом не дает то что так ладно допустим вот так 14 пассажиров на втором вот так мне главное он это дал до охеренно ну ладно на 17 число 14 пассажиров я возьму я тоже так чтобы в постоянку ее забрать сюда 14 тоже входит и короткую заберу тоже длинную вот эту неохота брать ну и ладно я не буду ее пока брать я в принципе тут по заявкам нормально так 280 3 283 рубасика так у нас еще получается календарь нам сегодня надо забрать да мы же забираем сегодня машину автобус или нам уже его привезли ну вот в принципе видишь у нас так то есть вот фотики блин вот тут их надо выбирать конечно фотографии ладно с этими фотографиями где блин автобусами привезли нет на сломанный автобус о чем все нам с ними делать ничего не делать блин раньше ты ехал за этими автобусами сейчас почему-то я за ними не еду сегодня у меня появляются в гараже что ну ладно у меня на 15 не прессовно так смотрим расписание у меня тут рейс шестнадцатого вот у меня 15 рейсик еще это сегодня а в какое время в 11 00 так нам нужно вот этот автобус взять а у меня и стоит выходим из офиса да 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 а я до 60 тысяч я еще должен был за этим гребаным сломанным автобусом ехать вы серьезно мать вашу то есть этот хрен ломает мне блин автобусы а я блять 60 тысяч плен плачу за то что мне пригоняет нормас нормас а как я блин я должен как-то туда подъехать его забрать или что просто мне второй раз уже это с этими автобусами сломанными нагревают не ночью там первый раз меня тридцатку всего взяли даже куда мы едем я вот не понимаю сейчас куда мне ехать мне вот сюда нужно так отель океан dream resort океан dream resort сделаем проще блин мы уже долго пишем поэтому я был сюда мне переместиться собака не дает этот контейнер рядом ну ладно я не знаю что там но я я я не я я и 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 но это у нас же не экскурсия тоже у нас по это у нас маршрут но он лицензированный зайти по я его один хрен еду ладно проеду посмотрим еще один контейнер так я думаю что на этом мы закончим все-таки следующую нашу поездку начнем прямо отсюда сразу же выполним рейс а там уже посмотрим там до экскурсии я думаю доберемся вот всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч